Адвокат задержанного 11 марта независимого правозащитника Серегжана Белаша, лидер объединения Атажурд Ректеллери Айман Умарова, рассказала журналистам радио Азатык о давлении, оказываемом на ее подзащитного силовиками. Она говорит, что ее не сразу допустили к подзащитному, несмотря на поданное с соблюдением юридических процедур уведомление. Умарова считает, что Белаша заставляет воспользоваться услугами государственного адвоката с целью признания им своей вины. В настоящее время Серегжан Белаш находится под домашним арестом. Он обвиняется в разжигании межэтнической розни. 11 марта прокуратура Астаны заявила, что Белаш публично призывал к джихаду. Напомним, объединение Атажурд Ректеллери, лидером которого является Серегжан Белаш, существует с 2017 года и известно тем, что активно поднимает проблему преследований и репрессий, которым в последние несколько лет подвергаются в Синьцзяне представители мусульманских народов, в том числе и казахского народа. Если суды даже в обычных, какие-то гражданских или уголовных делах... По мнению эксперта Казахского бюро по правам человека Андрея Гришина, обвинение против Белаша сигнал всем, кто пытается привлечь внимание к этой проблеме. Возможно, это было сделано под давлением Китая или просто как демонстрация лояльности. Но ясно одно, решение принималось в спешном порядке, сказал Гришин в интервью ФИПИ. Эксперт международной организации Amnesty International Патрик Пун в интервью британской газете Telegraph выразил опасение, что казахстанское правительство действует с целью угодить Китаю. Перед Китаем и мы, как дружеский сосед, добрый друг, будем по-всячески поддерживать и помогать.